В первом после поражения на выборах выступлении в Говардском университете Камала Харрис заявила, что гордится проведенной гонкой и будет продолжать бороться. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещает сделать Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной. Венгерское правительство отнеслось к этим выборам как карточной игре в казино, заявил посол США в Венгрии, напомнив, что Виктор Орбан открыто поддерживал Дональда Трампа. Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца, так называемый светофор, разваливается с увольнением министра финансов Линднера. Мы не сдадимся и будем продолжать бороться, заявила вице-президент США и кандидат от демократической партии в первом публичном выступлении после поражения на выборах. Камала Харрис поднялась на сцену в своей альма-матер в Говардском университете в Вашингтоне. Она заявила, что будет участвовать в мирной передаче власти, но добавила, что не признает методов борьбы, которыми велась эта кампания. Несмотря на результат, Камала Харрис заключила, что гордится проведенной гонкой и усилиями ее сторонников. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Благодаря успеху в ключевых штатах Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине Трамп набрал не менее 279 голосов выборщиков, при необходимых для победы 270. Выступая перед своими сторонниками, Трамп сказал, что Америка наделила республиканцев беспрецедентными полномочиями и предоставила им мощную поддержку. Сторонники Трампа стали подходить к его резиденции. Уэст-Палм-Бич, когда начали поступать первые результаты. Демократ Камала Харрис поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой. Собеседники, как сообщается, обсудили важность мирной передачи власти. Разговор продолжался несколько минут. В ходе выборов республиканцы также вернули себе контроль над Сенатом. Им может достаться и контроль над Палатой представителей, хотя точная расстановка сил пока неизвестна. Если это произойдет, республиканцы получат широкие полномочия, которые позволят им продвигать повестку Дня Президента. Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца разваливается. Чанцлер Олаф Шольц announced on Wednesday that he has fired Finanzminister Christian Lindner. Интер-Party-Fighting has escalated over the past three years, with the rift becoming irreparable during the 2025 household budget discussions. Субтитры создавал Дня Президент Сенатом. Субтитры создавал Дня Президент Сенатом. Сообщается, что Линдер настаивал на перезапуске экономики Германии, предлагая, как вариант выхода из кризиса, провести досрочные выборы в январе. Десятки лидеров европейских государств прибыли в Будапешт. В четверг в столице Венгрии пройдет встреча представителей европейского сообщества, а в пятницу неформальный саммит ЕС. В центре внимания целый ряд глобальных вопросов, в их числе европейская безопасность, война России в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и нелегальная миграция. Саммит в Будапеште состоится после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Это событие может иметь далеко идущие последствия для всего европейского континента. Еще во время предвыборной кампании Трамп угрожал Европе торговой войной и выходом США из НАТО. Пожалуй, наибольшую беспокойность вызывает позиция Трампа по войне в Украине. Политик обещал положить конец войне в течение 24 часов, не указывая, правда, как он намерен это сделать. Есть опасения, что Вашингтон сократит или вовсе прекратит финансовую и военную помощь Киеву. Взгляды Трампа в том, что касается Украины, разделяет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он был первым европейским лидером, поздравившим Трампа с победой. По мнению Орбана, отмечают аналитики, Трамп станет его союзником по сопротивлению европейской политике в отношении Украины. То, что мы можем ожидать сейчас, что он будет канал Дональд Трамп в европейскую политику и также в европейскую коммуникацию. И в том, что его сообщение будет, что я могу предоставить между вас и Дональд Трамп. В ЕС, где популистские ультраправые силы уже оказали давление на политический истеблишмент, избрание Трампа придаст им еще больше смелости. Прогноз Виктора Орбана сбылся. В минувшее воскресенье премьер-министр Венгрии в интервью местной СМИ заявил, что Дональд Трамп снова станет президентом. Комментируя в среду в Будапеште результаты президентских выборов, посол США в Венгрии Дэвид Прессман напомнил, что венгерское правительство открыто поддержало Дональда Трампа, кандидата от республиканской партии. Примеер-министр Венгрия, премьер-министр Венгрия, премьер-министр Венгрия, премьер-министр Венгрии, пребывающий в власти больше других лидеров Евросоюза, стал символом для некоторых американских консерваторов за то, что отстаивает так называемую нелиберальную демократию. Она опирается на самые жесткие веи сограничения на иммиграцию и права ЛГБТ+. Брюссель его также упрекает в подчинении прессы и судебной системы, в ущерб верховенства закона и демократии, а также в активном развитии тесных отношений с Пекином и Москвой. Тела 30 человек извлекли из-под завалов спасатели в ливанском городе Барджа. Во вторник Израиль нанёс по нему авиаудар. Разрушен жилой дом. По данным Минздрава Ливана, десятки людей получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается. Есть пропавшие без вести. В Цахал пока не комментировали сообщение об ударе. Неясно, какова была его цель. Барджа находится на Средиземноморском побережье на западе страны. До сих пор город не подвергался атакам Израиля, который проводит военную операцию в Ливане против Хазбаллах. В среду группировка выпустила десяток ракет по северу и центру Израиля, сообщают власти. Тем временем ВОЗ заявили, что готовят медицинскую эвакуацию из газа более 100 человек, пациентов с хроническими заболеваниями и травмами. Тысячи представителей туристической индустрии прибыли в Лондон на одно из крупнейших в этой сфере мероприятий World Travel Market. Данные за 2024 год демонстрируют рекордный рост туризма. Но как обстоят дела с обещанием уменьшить переполненность городов путешественниками и обеспечить устойчивое развитие отрасли? Что касается устойчивого развития, представители отрасли утверждают, что активно работают над достижением нулевого показателя выбросов. И это на фоне растущих опасений по поводу изменения климата и экстремальных погодных явлений, влияющих на индустрию путешествий. К восстановлению индустрии путешествий после пандемии ковида далеко не все и не везде относятся с оптимизмом. В странах Европы проходят протесты против чрезмерного туризма. Их участники говорят о негативном влиянии туризма на окружающую среду и их благосостояние, в том числе из-за роста цен на жилье. В некоторых государствах меняются правила краткосрочной аренды. В мероприятии World Travel Market принимают участие представители 187 стран мира. Туристический форум в Лондоне продлится до 7 ноября.